Привет, это новостной блог портала об автомобилях Тарантас Ньюс и сейчас вы узнаете следующее Стартовали продажи Opel Combo Cargo российской сборки Seat запатентовали модель Leon ST в нашей стране Новый Outlander получил ценник в США Ржавый Maserati продали почти за 17 миллионов рублей Российские офисы продаж марки Opel начали прием заказов на новый грузовой фургон Combo Cargo российского производства Стоимость автомобиля составит от 1 миллиона 229 тысяч до 1 миллиона 379 тысяч рублей Новое авто предусматривает две модификации длины кузова Стандартную 4380 миллиметров и удлиненную 4628 миллиметров Удлиненный вариант оснащается боковой сдвижной дверью с правой стороны А погрузочная длина такой версии может составлять 3250 миллиметров за счет люка в перегородке между кабиной и грузовым отделением Объем грузового отсека в исполнении с удлиненным кузовом достигает 3,7 квадратных метров И может быть удлинен до 4,1 квадратных метров при сложенном кресле переднего пассажира Максимальная грузоподъемность машины находится в диапазоне от 693 до 732 килограмм в зависимости от модификации В рамках адаптации к российским дорожным условиям эксплуатации новый Opel Combo Cargo получил клиренс в 175 миллиметров Защиту картера мотора, покрышки с высоким профилем 195 на 70 R15 Противотуманные фары с функцией углового освещения Модернизированный обогрев салона для версии с дизельным силовым агрегатом Емкость аккумуляторной батареи в 70 Ач, а также увеличенную емкость бачка омывателя до 5 литров В список систем безопасности входит подушка безопасности для водителя, технология Hill Assist А также система динамической стабилизации и помощник распределения тормозных усилий Для новой модели у Opel Combo Cargo предлагается два двигателя с одинаковым рабочим объемом 1,6 литра Бензиновый мотор мощностью 115 л.с., а также турбодизель на 90 л.с. и крутящим моментом 215 Нм Последний силовой агрегат является одним из самых экономичных Его расход топлива в смешанном цикле составляет 5,4 литра на 100 км пути Бензиновый двигатель способен работать на топливе марки АИ-92 и выше Оба мотора комплектуются пятиступенчатой механикой, доступной как для стандартной, так и для удлиненной модификации кузова Испанская марка Seat оформила в нашей стране патент на внешний вид модели Leon ST в кузове Universal Автомобиль Seat Leon ST относится к европейскому сегменту компактных машин Модель была представлена в начале прошлого года Она базируется на широко распространенной переднеприводной платформе MQB, которая была разработана специалистами Volkswagen Отметим, что бренд Seat является частью огромного концерна Volkswagen Group Модель Seat Leon актуального поколения оснащается широкой силовой линейкой Бензиновые моторы рабочим объемом от 1 до 2 литров, дизельный агрегат на 2 литра Есть также двигатель по типу подзаряжаемый гибрид, который основывается на бензиновом моторе рабочим объемом 1,4 литра Кроме этого, европейским клиентам предлагается битопливная версия автомобиля, которая потребляет как сжатый природный газ метан, так и бензин В нашей стране модели марки Seat несколько раз пытались закрепиться Так, с 1997 по 1999 год их дистрибьютором была компания под названием Seat Rosinka В 2003-2006 российское отделение бренда Volkswagen В 2006-2009 дилерский холдинг Iberia А в 2012-2014 снова компания Volkswagen Возобновление продаж автомобилей Seat в России не планируется Поэтому патентование внешнего вида модели Leon ST это всего лишь простая юридическая формальность Mitsubishi начали продажи своего кроссовера на североамериканском рынке Цена кроссовера стартует с отметки в 25 795 долларов Это примерно 2 миллиона по актуальному курсу Особенность ценообразования на территории США такова, что в результате стоимость автомобилей там и в России вполне сопоставима На рынке США новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет стоить от 25 795 долларов Это около 1 миллиона 900 тысяч рублей по нынешнему курсу Отмечается рост цены на модель на 900 долларов, либо 67 тысяч рублей по сравнению с предшественником Стоит сказать, что на сегодняшний день в нашей стране Outlander предыдущего поколения предлагается к покупке от 1 миллиона 859 тысяч рублей Прибавив к этой сумме 67 тысяч рублей, можно получить примерную стоимость новинки в России 1 миллион 926 тысяч рублей В Северной Америке Outlander нового поколения представлен с единственным двигателем Речь идет о двух с половиной литровом рядом четырехцилиндровом силовом агрегате Который работает в паре с вариатором Его производительность составляет 183 лошадиные силы и 245 ньютон метров крутящего момента Модель может быть как переднеприводной, так и с системой полного привода В базовой комплектации новый Outlander на рынке США оснащается системами мониторинга слепых зон И предупреждения столкновений при движении задним ходом А также 8-дюймовым экраном медиасистемы и кондиционером В топовой версии такой кроссовер может похвастаться кожаным салоном Электроприводом кресла водителя с памятью Задними сидениями с обогревом и трехзонным климат-контролем Самая дорогая версия будет иметь ценник, достигающий 36 тысяч долларов Что составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей по актуальному курсу Автосалон Galwind Motorcars, который специализируется на реализации классических и редких машин Смог продать модель Maserati 3500GT 1962 года производства Которая находится в очень плачевном состоянии Maserati 3500GT 1962 года выпуска, который находится в ужасном состоянии Автосалон Galwind Motorcars смог реализовать за 225 тысяч долларов Последние 43 года раритетная машина стояла в гараже без движения По этой причине кузов и салон автомобиля пришли в негодность Отметим, что модель Maserati 3500GT впервые дебютировала на Женевском автосалоне в далеком 1957 году Эта машина стала первым дорожным автомобилем итальянской компании До этого бренд Maserati выпускал только гоночные болиды Всего с конвейеров сошло менее 2000 экземпляров 3500GT Среди которых присутствовали двухдверные купе, а также кабриолеты Купленный автомобиль Maserati 3500GT относится к 1962 году Со слов продавца, с кузовом цвета слоновой кости и красным кожаным салоном было выпущено всего несколько единиц При этом от былого величия в спортивном купе мало что осталось Некогда эксклюзивная машина покрылась ржавчиной практически по кругу А контрастные алые кресла изломаны и в некоторых местах даже разорваны Под капотом данного автомобиля находится оригинальный 3,5 литровый V6 Мощностью 220 лошадиных сил В паре с силовым агрегатом трудится пятиступенчатая механика Кто стал новым владельцем 59-летнего Maserati 3500GT не сообщается Но ему однозначно придется потратить немалую сумму для восстановления двухдверного купе На этом все, еще больше новостей вы всегда можете найти на нашем сайте tarantas.news Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали Комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы ничего не упустить С любовью к автомобилям, ваш Tarantas News